сегодня как вы догадались по названию под видео речь пойдет о поводках я выскажу свое субъективное мнение какими пользуюсь почему ну и покажу как вязать так что смотрите может кому-то пригодится ну что давайте сразу приступим к тому же я расскажу какими пользуюсь поводками я постараюсь это быстренько и вкратце по самого начала спиннинга я начал покупать и вязать поводки из флюрокарбона так как бытует такое мнение что они не за этот и поводки из флюрокарбона незаметной воде и поосторожной рыбе растет результативность поплевок еще один из плюсов наверное это будет что можно купить такой небольшой моточки навязать энное количество поводков но с этого года открылся огромный минус этих поводков это срезы как бы что не говорили что щука не перегрызает флюрокарбон увы срезают даже маленькая щучка если она мажет по приманке налегке перекусывает флюрокарбон и если вы ловите в черте города то поверьте единственная вот эта поплевка или та единственная рыбака за день и когда он сходит это совсем обидно потому я с этого года начал пользоваться скруткой из струны по мне так я могу сказать так что я был уже на рыбалках с этой струной и если рыба есть то и с поводком на струну она тоже будет клевать зато вы точно знаете что какая бы ни была бы эта щука трофей не трофей он не сойдет тоже перед перекусов струны но я не слышал и не было у меня такие горьких опытов но результативность рыбалок после струны куда стало больше нету сходов но повторюсь это если у вас конечно там раздача так как на более осторожную рыбу конечно иногда стоит рискнуть поставить флюрокарбон ну а теперь наверное я расскажу покажу как вязать как пользоваться поводками так ну и наверное начнем мы сразу со струны тут ничего сложного нету здесь мы просто берем нахуй струну смотрим здесь такая скрутка короче здесь скрутка длиннее так что длиннее и вяжется к нашей основной лески вот она наша основная леска узлом я пользуюсь очень простым вот мы берем нашу плетенку складываем ее вдвойне здесь имеется ушко заводим ее заводим нашу плетенку в это ушко оставляем небольшой такой вот тоже ушко и вот этим хвостиком который мы оставили просто делаем пару оборотов я делаю 5 мне достаточно раз два три четыре пять все хвостик заводим нашего ушко которые мы оставляли на плетенке и все это дело просто затем затягиваем все у нас получился надежный узел который на не порвется и не разведется вот лишнее мы обрезаем вот и теперь вторая часть нашу его поводка тут все тоже очень просто мы берем и разматываем нашу скрутку по раз когда размотаете будет немножко проще вот все разматываете и и просто нашу приманку с грузиком продеваете и обратно закручивать ну вот просто красиво нет что нигде не будет цеплять ну так скажу что поначалу было непривычно но потом набита набилась рука его просто менять приманки стало великолепно заготовил пару приманок которыми собрался на рыбалку и все это что вот касается струны повторюсь это поводок надежных то есть отделе и пошли искать щуку точно никаких перекусов ничего не будет если где-то она промазала согнула пальцем провели выровняли все можно ловить дальше цена вопроса тоже небольшая я себе заказал 40 штуки честно еще наверное ней обрыва ни одного не было продирает все водоросли все просто великолепно так что это что касается именно поводка и струны со струной все понятно здесь все просто то с флюрокарбоном немножко сложнее вот тут вы берете моток отрезаете сантиметров 35-40 чтобы вам удобно было вязать но также вам еще пригодится карабин могу сказать так это тоже является одним из минусов так как вроде едешь на рыбалку покупаешь две пачки карабинов по 10 штук отлавливаетесь отрываетесь вторая рыбалка уже у вас 5 карабинов вяжите еще поводки и по итогу у вас не не остается карабинов вы начинаете там выкручиваться привязывать как получается в общем для начала привязываем карабин флюрокарбон здесь узел точно такой же как я показывал когда привязывал струну с главной лески то бишь складываете в 2 заводите делаете 5 оборотов можете больше 5 на этом узле я подробно становятся не буду там я ниже все рассказал все вы его затягиваете все как бы карабин поводку привязали лишнее отрезали вроде как супер готова ну нет теперь надо привязать поводок к основной нашей плетенки лески то на что ловит здесь вы делаете узелок вот должно получиться вот так его до конца не дать затягивать оставляете вот такое ушко узел если что называется морковка я его ставлю картинкой узел морковка он очень хорошо подходит под спиннин так как он очень тоненький когда вы его полностью уважите и он проходит через все кольца спиннинга так следующее что вы делаете берете основную леску плетенку и заводить в наш что мы оставляли узелок мой совет заводите побольше чтобы было вам удобно сделать так дальнейший оборот все вот он поводок вот вы завели плетенку следующее ваше действие это вы делаете 10 оборотов плетенка вокруг флюрокарбона 1 2 3 4 5 6 ну и так до 10 вот 10 сделали 10 оборотов в одну сторону и возвращаемся к узелочку делаем еще 10 оборотов раз-два-три и тоже так до 10 и тоже так до 10 очень удобно 10 все вернулись в обратную сторону вот у вас получается и вот этот кончик плетенки заводите обратно в наш узелок все завели теперь берете за край флюрокарбона зафлю держитесь двумя пальцами и затягивать вот этот наш узелок который мы оставляли сначала затянули и и теперь берете за флюрокарбон и нашу основную леску и затягивается наш узел морковь вот все узел очень надежный в этом месте у меня никогда нигде ничего не рвалось все лишнее естественно обрезаем рыбалка любит эстетику вот чаще всего у меня узел вот этот обрывался вот вместе с карабином то есть вы зацепились начинаете подергивать или отстреливать и вытягиваете потом все кроме приманки с вашим карабином ну а дальше конечно все понятно карабин расстегнули одели застегнули и все можно ловить также пока тут вязал узел вспомнил еще один нюанс что типа если у вас клюнула щука не не перекусила флюрокарбон то обязательно после поклевок проверять вот тут проверять потому что возможно будут заусенцы то бишь у нее чуть-чуть осталось до того чтобы она перекусила потому проверьте и если у вас остались заусенцы лишний раз поменяйте увяжите поводок но это я еще раз говорю что флюрокарбон тоненький вяжется более-менее когда вы возьмете флюрокарбон потолще там конечно потому вот и говорю чтобы скоротить время на рыбалке точнее больше уделить рыбалке а не вязанию проще взять струну тут если что баз легкий легенький узелочек а здесь только подвешивай надеюсь я показал рассказал если какие то вопросы пишите в комментариях подписывайтесь на канал до новых встреч